Лесопожарная станция в Первомайском районе появилась в 2021 году для борьбы с лесными пожарами. 16 единиц техники и 36 человек готовы тушить возгорание на площади 162 тысячи гектаров. При необходимости спецрасчеты выезжают в любую территорию края. Нам дают команду, где-то если возник крупный лесной пожар, в течение 20 минут у нас задача стоит выехать в точку, куда нам сказано. Сотрудники станции могут похвастаться самой современной экипировкой для тушения пожаров при высоких температурах. Есть респираторы, каски, огнезащитные перчатки. Губернатору здесь показали и почти новые современные огнетушители для личного состава станции. Откуда заправляемся? Заправляемся с любого водоема, можно либо с пожарного автомобиля. Если в водоеме предусмотрена такая походная штучка, то здесь стоит сеточка для того, чтобы вода была нормальной. Станция оснащена и восемью наблюдательными вышками. За ситуацией на территории Бобровского участка всегда следит ответственный человек. Помимо современных видеокамер с высоты 35-38 метров, за обстановкой периодически наблюдают и люди с биноклями. Говорят, из-за задымлений камеры не всегда способны определить возгорание. Тут-то и приходит на помощь человек. Виктор Томенко отметил, что в крае внимательно следят за происходящим у соседей в Сибири и за Уралье. Нынче зафиксировано уже несколько крупных пожаров. Учимся на ошибках и стараемся не допустить таких, отметил губернатор. Мы последние годы, по-моему, неплохо оснастились. Так сказать, наши силы поддержали. Сегодня в крае примерно 7 тысяч человек в разных подразделениях готовы к тому, чтобы принять участие в ликвидации тушений пожаров лесных, ландшафтных. И еще у нас 8 тысяч добровольцев, в принципе, полторы тысячи единиц техники. Поэтому мы считаем, что все подготовлено неплохо. Но никакие силы и средства не смогут тягаться с халатностью людей. Ведь именно человек, по данным спасателей, чаще всего оказывается виноват в сгорании. Жжет траву, бросает непотушенные спички и сигареты. От каждого жителя региона зависит многое, подчеркнул губернатор. И попросил не оставлять огонь без контроля. Татьяна Голубева, День с толком.